Диана Ахметова Я загорелась этим желанием, 6 лет я тренируюсь, сейчас мне 20 года и уже у меня очень большой стаж. Правильное питание, соблюдение режима и каждодневные тренировки. Девушка скромно говорит, что никаких особых секретов успеха нет. Впрочем, владимирские специалисты называют Диану настоящей находкой. Мастеров ее уровня у нас в области просто нет. А привела девушку в наш регион любовь. Ее избранник, мастер спорта Павел Кузнецов. Он и личный тренер девушки, и наставник национальной юниорской сборной. Его задача на региональных турнирах находить таких же самородков, как Диана. В первую очередь смотрим спортсменов, морально устойчивые, чтобы были. Техническая подготовка, как спортсмен. Чему научился за определенное время, которое он занимается. Результаты. И, естественно, по критериям, как бы номер один, чтобы был. В своей весовой категории. На региональном Владимирском турнире есть кому присмотреться и взять в команду, говорит Павел. Здесь выступает больше двух десятков мастеров спорта. Всего же более сотни тяжелоатлетов из нашего региона и соседних областей. Турнир, кстати, посвящен деду Павла, Виктору Кузнецову. Это настоящая легенда тяжелоатлетики. Будучи уже ветераном спорта, Виктор Петрович больше десятка раз становился чемпионом мира. Поставил более трехсот мировых рекордов. В свои 74 года он поднимал вес, равный кандидатам мастера спорта. Такого вообще невозможно быть. То есть, как бы старичок уходит в 70 лет, а поднимает штангу из мастера спорта среди взрослых мужчин. Это феномен. В свои 74 года он толкал штангу 120 килограмм и делал рвов 90. При весе 70 килограмм. Для молодых спортсменов турнир памяти Кузнецова – хороший шанс получить новое звание. Уже в первый день соревнований несколько девушек выполнили норматив мастера спорта. Впереди еще выступления юношей и мужчин. А что касается новой надежды Владимирской тяжелой атлетики Дианы Ахметовой, в будущем году ее ждут всероссийские старты. Там Диане вновь предстоит побороться за путевку на мировой уровень. Никита Королев, Артем Горчаков, Шестой канал. Субтитры сделал DimaTorzok